знаете она как привыкаешь хранить вот поломанная я на не смотри это видео кто включил это видео доброе утро всем с той стороны у нас вот такая вот архитектурное сооружение тарелка дуршлаг и вот здесь некая субстанция это кефир который миша заморожил заморозил но он посмотрел на канале сливки шоу что если кефир заморозить то потом там сворачивается творог должен быть типа творог на на самом деле похоже на сливочный сыр ха ха не вышло он говорит что у сливки шоу прям творог что пониженная температура вот это морозилка она также как и нагревание действует на кисломолочку тут сыворотка слилась хорошо вот это очень похоже на сливочный сыр сюда добавить бы соли трав каких-то и мазать на хлеб реально вкусненько то что кефир был не жирный да нет ну творог все равно нужно прикол творога ты его мешаешь и разбиваешь вот эти вот крупинки в общем ворох надо кстати сделать домашний я купила арахис детям завтра пожарить молодцы это три моих королевских фиников огромных они такие вкусные три штуки стоит 40 гривен я сначала купила обычно спросила мишу всегда купить а вчера платила я я когда услышала цену я уже и перехотела снова всем здравствуйте день все тот же просто я на улице и у меня есть возможность ну вот так вот немножко поговорить свои соображения сказать направляюсь направляюсь я в стоматологию слава богу они работают работают официально это не спорт полы и не втихаря что кто-то там меня принимает меня втихаря принять невозможно потому что у меня серьезная нюанс зубами то есть это мосты и протезы это не так что ух приходите мы вам там в гараже сейчас пломбу какую-нибудь тяп-ляп сделаем и все нет это длительный процесс и вот я иду к стоматологу иду пешочком в общем меня запломбировали а сейчас миша на консультации пломбировали под уколом поэтому все пересохло не очень чувствую здесь конечно тоже сбула готовят под мосты мосты будут постоянные не бюдельные несъемные в общем зубы это важно берегите зубы с молоду как и честь все вышла со стоматологии укол делали укол попускает и так небо и такое еще как нависшая кажется очень довольна клиникой своим именно и доктором который лечит но он так мне нравится знаете что он все что он делает он комментирует прикольно он такой так канальчик канальчик ищем ага неужели четыре канала да зуб с четырьмя каналами они переплылись переплылись канала а ну-ка давай терегенчик зробимо и вот он все комментирует так зараз гута перча зараз трошки повиняя бо мы будем оплавить гута перчу и правда так дым ну все вообще все комментирует а мне так я так слушаю глазами разговариваю с ним куриоте еще мне нравится просто вот что в кабинете где меня лечат там же стоит рентген сразу аппарата сразу на экран выводят потом там электронный датчик глубины каналов в общем я сама собой довольна потому что лишний раз я убеждаюсь что не надо сломя голову вот ты приходишь клинику и тебя сразу давай давай садись сейчас быстро чистку 900 гривен ну что там 900 гривен выше уже пришли чтоб не уходить и сразу вас записываем я говорю да спасибо я подумаю похожу спасибо и вот в одну клинику в другую в третью лучше потратить пять дней обойти 5 клиник по одной в день чем потом жалеть что не то что то выбрал вот детей тоже запишу на консультацию потому что обычно каждый год мы идем на профилактический осмотр на какие-то пломбочки маленькие а тут мы пропустили тем летом и думаю что там у них и кариес может быть и чисточку надо сделать в общем детей тоже запишу они не будут очень рады этому все иду домой идем домой хорошо так прошлись немножко пешком не лазим по городу но и лазить тоже будем в этом комментарии пишут что вы бродите по городу ребята алёк сись очнитесь мы идем по городу когда несем продукты а вот по парку мы лазим и гулять ходим и детей заставляю прям гулять потому что это нужно нужно легкие чтобы дышали нужно чтобы мышцы тела тоже не атрофировались и как-то работали и нагрузку давать вчера миша был на стадионе бегал друзья его играли футбол и это тоже правильно к ним даже подходили с нацгвардии которые рейды делают говорят ребят вас много или дистанцию растяните себе один кто-то уходит то есть большая ошибка думать что сидя с той стороны экрана и видя там моё видео или чьё-то вы знаете больше чем мы которые живем своей стране на данной территории в данной области мы же не совсем дураки до нарушать закон или еще что-то или там знаете картины такое можно наблюдать как идет женщина мужчина несут а войске с магазина и масках такие оба он маску снял покурил маску отдел ну а женщина естественно такая знаете не стройняшка рассуждает о том какие дети козлы что они на стадионе значит бегают ну конечно обычно таким женщинам не они не знают что такое стадион они знают что такое широкая кость неправильный обмен веществ а стадион не 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 слышали или там знаете одни и те же люди в одно и то же время ходят в магазины тянут один и тут же набор продуктов молоко сигареты хлеб у меня тоже вопрос кого фига все там шарятся до каждый день кого фига в этом шаритесь что нельзя купить продукты заранее мы за три дня не были в магазине ни разу ну вот как бы за массовой покупкой идешь и все а тут нападают на тех кто идет гулять сейчас какая-то вообще как агрессия как проверка людей на человечность и на здравый розум ум и на логику мышления дети пошли гулять к уткам к воде к деревьям к соснам плохие а тут кто каждый день по магазинам шарится тот хороший бред так что прежде чем что-то писать или кого-то осудить думайте очень хорошо подумайте такие дела и спешить не надо с выводами у меня сестричка живет саудовской аравии город джида у них карантин строгий комендантский час назначены суммы штрафов оговоренные условия при которых эти штрафы наносится и они гуляют она готовить единственное что плохо что как раз можно быть на улице с 6 утра до 7 вечера это говорит жара у нас 30 градусов говорит песчаные бури ну и людям как раз после 7 обычно все выходят но сейчас выходят и до 7 и люди гуляют потому что нужно мышцы разминать нужно как бы чтоб тело немножко живенькое было такие дела готовлю ужин на ужин будет картофель капуста размороженная курица тоже размороженная пару веточек розмарина бросила все отправляю в духовку миша уже стену всю повытирал от старого клея поэтому сейчас начнем клеить вот так вот от двери туда мечта вы выясняете она делает руки не трогая ее все как ты вытирал если вот смотри вот она об викуся делает уроки но привится ну чтоб отъезде раздеваешься викуся роботь украинскую могу умничка весну считаю да перед этим какая сколько крика было да потому что у меня по-дурацки сделано это онлайн обучение миллион ссылок миллион сегодня там взрослый не может разобраться короче одноклассника сделал дизе у кормовы первой группы указы руководитель скинула дизе для второй группы то есть для меня он говорит так я сделал дизе первой группы ну так делаю 2 2 группы дизе правильно налазите ничего не делайте короче сидим и думаем а ну да и сночки сяду сели уставились на этот велик у нас дома просто два велика один елисея новый но он плохо собран но он хорошо собран но он как-то укомплентован дебильно а мишин велик очень классный вот он сидит смотрит на него с грустью и не поймет выбросить или нет я сначала думала выбросить я вообще обожаю выбрасывать все поломанные рваные старые вещи а потом села говорю мишну если поменять колесо он удобней чем елисея велик да удобней ну тогда говорю заработай себе денег и поменяй колесо миша начал дарит что тут еще надо тормоза что-то еще в общем с одной стороны и хранить не хочется знаете она как привыкаешь хранить вот поломанная ноут поломанный но он же есть велик колесо спущено но нож есть куртка порватая змейку сделать но она же есть вот я я выбросила свою куртку выбросила сапоги мне легче выбросить и взять новое мне кажется что она захламляет и вот в голове как-то откладывается все эти поломочки но велик это тут еще вопрос цены до куртка стоит 1000 2 за 200 злотых больше на уже давно конечно но тут еще вопрос цены и вопрос как давно у тебя уже женки мы пошли забрали у них же там помнишь только великов стояла и за 200 злотых я не могу добраться до балкона посадить свои цветочки часа вами покажу тут у меня алису антельный и маргаритка там еще чабрец что-то еще давайте что-то делать я уже уставать начинают ничего деланья кто давайте так кто-то один не со мной кто-то один со мной клеить обои пошли что ты поешь миллионером будет скоро подметая под кровать и буду миллионером монетным о карантин закончился кто-то празднует конец карантин нет дерево и миша на фига ты ну дурной ничего не заново пахнул потихоньку превращается в деда я вошел внимание как миша как миша весь замутил я же сказал что там комочки во первых там мало воды ты налил то не 5 литра воды то 5 литра что ты снимаешься но давай все иди не надо так делать тоже мне паркурщик самый потому что стена может быть не ровная смысл мерить этим подальше отодвинь рулон чтобы вот эти края сходились вот эти боковухи сам рулон отодвинь на меня и у прокачанного рулона который сверху катится должны быть так прям хорошо ко мне как не края должны сойтись прогибай продавливай на ножик и прорезать вот так вот чик 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 ну так семейной жизни почти готов с яной будем поклеить чтобы уже это точно расстались на свою жизнь не назначить такая пациентка срана извините меня блин она посмотрит это я на не смотрит тебя я на не не смотри это видео она тебя не сможет мам я смотрит только Вадимчик, Колька, Никита всем здорова позвал бы их сюда я бы накормила бы тут комнату за день поклеили тебе только скажи что тут пиво будет они тебе за два с половиной пива они тебе поклеят всю комнату точнее мне все я выключаюсь мы поклеили стену уже одну пока что тут можно снимать шанов не спевет честненько целик выдався Миша уйди мы поклеили одну стену сейчас будем думать шкаф туда уже ставить тут надо помыть мальчики помыть да помыть Миша прячет шнур в плинтус а зачем ты откручиваешь Виктория очень трудолюбимая руки просто не знаю куда не знали куда ее руки пристроить так столько помощи было так сейчас будем шкаф в угол затасовывать потом здесь будет тумбочка и Миша на кровать тумбочка будет такие сквозные полки чтобы там хранить зарядки телефон можно было положить потому что все под кроватью и на полу и ты ходишь перепрыгиваешь наступаешь и на такой белой только что поклеенной свеженькой фоне свежем фоне я с вами прощаюсь огромное спасибо да еще балкон сегодня Миша убрал но я уже к сожалению не успела высадить цветы все всем спасибо что смотрели это видео всем пока как я покажу там темно фонариком я не подсвечу фонариком так этим велосипеда щас да тут убрали отлично все очень замечательненько